Всем привет! Меня зовут Джин Лаф, Анатолий Быков, и в этом видео мы будем сравнивать обычные игровые клавиатуры с моей супер-клавиатурой Snake Battle Control. Итак, я понял, что недостаточно вам показал, и сейчас я покажу это в сравнении. Смотрите, я сравнивать буду обычные клавиатуры с моей игровой клавиатурой. Вы увидите все преимущества и достоинства. Я это покажу не только в этом видео, я еще запишу на эту тему еще больше видео, и вы сможете узнать обо всех плюсах. Итак, поехали, начнем сравнивать. Смотрите, собственно, какой бы вы клавиатурой не пользуетесь, на ноутбуке, мембранная игровая или механическая игровая, это не имеет значения, потому что они все имеют одну и ту же раскладку. А данная раскладка, она неудобная, неэффективная, она неэргономичная. И поэтому на таких раскладках играть невозможно, и вы играете плохо и неэффективно. Вас называют раками и так далее. Но на самом деле вся причина раскладки. Итак, смотрим. Я хочу сразу обратить внимание на те клавиши, на которые самое, как бы сказать, неудобное нажатие идет, когда мы управляем клавиатурой. Итак, смотрим. Есть, допустим, первый ряд клавиш, второй ряд клавиш и третий ряд клавиш. Вот он, третий. И если мы пытаемся нажать на клавишу C указательным пальцем, то это максимально неудобно. Я постараюсь сейчас это нажать, да? То есть, видите, он либо скользит, либо промахивается, либо мискликает, либо на это... Ну, вот я честно стараюсь, я честно стараюсь нажать на нее. То же самое и с этим, со средним пальцем. Если мы будем нажимать на X средним пальцем, мы просто... Это неудобно. Это просто на движение руки не соответствует пальцу. Точнее клавиши, вот смотрите, движение пальца вот такое, а клавиша плоско. То есть, мы просто промахиваемся, мы вдоль него проходим по движению пальца. Соответственно, данная проблема была решена и превращена из недостатка в эффективность в моей клавиатуре. Потому что в моей игровой клавиатуре Snake Battle Control данный ряд клавиш расположен под наклоном. И каждая клавиша под мизинец, под безымянный палец, под средний палец и под указательный палец расположены под разным наклоном, индивидуально для каждого из этих пальцев. Поэтому нажатие на данные клавиши будет максимально эффективным и простым, и легким. Вы можете сказать, что если нажимать на кнопку C, на кнопку X, просто надо двигать рукой. А это, конечно, просто надо двигать рукой. Но это недостаток, это не плюс, это недостаток. Вот, вы делаете движение рукой, вы теряете время, вы не так быстро нажимаете. Тем более, вы можете промахнуться. Вы можете нажать не туда, не на ту клавишу. Потом вам нужно сделать движение рукой обратно и вернуться в исходное положение. Что тоже часто бывает так, что вы промахиваетесь и возвращаете руку не в то исходное положение. И все это неэффективно. Вы не можете прожать ряд этих клавиш без движения рукой, с максимальной скоростью и точностью. Чисто из-за того, что клавиатура имеет такую раскладку. Вот, даже если вы будете играть правой рукой, я уже и правой рукой играю очень давно. Вот, здесь то же самое. Здесь мы просто попадаем мимо клавиш. Мы не можем нажать, да? Вот, видите, посередине попадаю. Вот, как бы там мы ни ставили, ни гнули руку, как я видел, ребята. Ребята, допустим, когда я смотрел много трансляций за киберспортом, ребята разворачивают клавиатуру. Там, по Dota 2 я смотрю, все ребята крутят клавиатуру боком, чтобы удобно нажимать, да? Ну, зачем эти мучения нужны, когда просто можно использовать нормальную игровую клавиатуру Snake Battle Control? Вот. Когда просто нужно ее создать и все. Смотрите, средний палец, безымянный палец, ZZ, вообще кнопка не работает. И вот эти вот, да, шифты там, это все очень неудобно нажимается. Теперь смотрим, насколько это эффективно и максимально удобно реализовано в моей клавиатуре. Итак, смотрим. Смотрите, я ставлю руку в исходное положение, да? Вот я буду вот так показывать его. Вот он, указательный палец. Вот он, мизинец. Вот он, безымянный. Вот он, средний. И вот он, указательный. И каким образом я нажимаю, собственно, на третий ряд клавиш. Вот он, третий ряд, да? Которые каждой кнопочкой изготовлены. Точнее, не изготовлены, а расположены в уникальном положении с определенным наклоном и высотой. Вот, видите, я нажал, хоп, нажал, хоп, нажал. Можно потайпить. Можно очень быстро потайпить и понажимать. Видите, как максимально эффективно. Никаких лишних движений не совершаю. Делаю движения только пальцем. Вот, и все. Я очень быстро прожимаю эту кнопку. Максимальная скорость. Хоп, нажал. То есть, могу нажать на несколько клавиш. Вы видите, какая эффективность, какая польза, да? Вы теперь это понимаете. Я это вам демонстрирую по факту. Это результаты правильного расположения переключателей. Теперь идем дальше. Средний палец. То же самое со средним пальцем. То же самое будет и с безымянным пальцем, и с мизинцем. Итак, смотрим. Теперь на средний палец. Так же самое. Видите, я быстро прожал кнопку. Хоп, прожал. Хоп, прожал. Это максимально быстро прожимается. Просто скрутка пальца и кнопка нажата. Вот как все это работает. Так же с безымянным пальцем. Тут может быть плохо видно, сейчас камеру получше поставлю. Вот то же самое. Хоп, нажал, хоп, нажал. Вот как это все происходит. Раз нажал, раз нажал. Очень быстро нажимается на данную клавишу. Можно несколько раз. Почему происходит, допустим, когда я нажимаю на данную клавишу, почему происходит поднимание другого пальца. Допустим, отрывание мизинца. Вот я нажимаю, и мизинец отрывается. Все это из-за того, что генетика кисти, не генетика, а точнее биология кисти. Допустим, вы можете провести опыт, сколько вы пальцев можете по отдельности выпрямить. Допустим, когда я выпрямляю безымянный палец, одновременно выпрямляется мизинец. Просто нужно тренировать и разрабатывать свои пальцы по очереди их выпрямлять, сгинать гибкость и так далее. Тогда у вас будет лучшее управление. Это просто биология кисти. Но суть в том, что в таком положении раскладки, в таком положении переключателя, вы можете нажимать данную клавишу очень быстро. Данную клавишу очень быстро и, как сказать, я сейчас просто лег неудобно. Потому что я сейчас, ребята, если сбоку посмотрите, я просто лежу, лежу именно, а не сижу. В сидячем положении у меня рука меньше сгибается вот здесь вот и нормально. Вот. И так, в общем, просто нажимать. Теперь давайте посмотрим мизинец. Ну, мизинец то же самое. Только вы заметили, что для мизинца это не третий ряд, а это первый ряд, потому что основное положение мизинца здесь. Сейчас камера сфокусируется. Вот, сфокусировалась. Основное положение мизинца здесь. И для мизинца здесь вообще уникальное расположение припятелей. Вот вперед мизинец нажимает вперед, потому что так эффективнее, так удобнее. Я здесь все проверил, протестил. Это вперед и назад. Назад вот как это работает. Вот как она нажимается. Мы нажимаем пальцем именно на нижнюю кнопку, вот на эту, да, раз нажал, хоп, нажал, хоп, нажал. Короткое движение, просто движение пальца. Вот. Когда я играю, я просто вот так вот нажимаю, хоп, раз два, раз два, раз два. Легкое нажатие. Вот, если посмотреть с этой стороны, это происходит следующим образом. Вот, основное положение пальца, и вот мы нажимаем. Вот, теперь вы понимаете, в чем преимущество моей игровой клавиатуры по сравнению с обычными раскладками, обычными клавиатурами. Все дело в том, что сразу учтены недостатки обычных клавиатур, и превращено это в преимущество. Видите, третий ряд клавиш в преимущество. Теперь давайте сделаем еще одно видео. Это будет еще одно видео, которое будет посвящено сколько клавиш мы можем прожать каждым отдельным пальцем, и сравним это с обычной клавиатурой.